С трибуны от представителей работников труда звучали предложения повысить средний уровень зарплаты россиян до 70 тысяч рублей и сократить разрыв в доходах рядовых сотрудников и топ-менеджеров. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что для эффективной работы профсоюзов необходимо активнее выстраивать эту деятельность на местах между предприятиями, профсоюзами и местными властями. Очень важно, чтобы позитивный опыт сотрудничества, достигнутый на федеральном уровне, распространялся и на регионы. Там также учреждены трехсторонние комиссии, но далеко не везде, к сожалению, наверняка присутствующие в этом зале знают это, далеко не всегда они эффективны и с полной отдачей выполняют свои функции. Понятно, здесь многое зависит от позиции руководителей субъектов федерации, но профсоюзы также должны быть более настойчивыми, когда они проявляют себя энергично и комиссии, как правило, работают результативнее. Одна из наметившихся тенденций – снижение социальных гарантий трудящихся, озвучил с трибуны Михаил Шмаков. Председатель Федерации независимых профсоюзов заявил, что в ближайшие годы придется усиленно бороться с безработицей, которая в последнее время растет быстрыми темпами, причем во всем мире. Реструктуризация экономики обычно сопровождается ростом безработицы. Значит, нужны дополнительные программы переобучения, нужна программа общественных работ, нужно пересмотреть пособия по безработице. Чем максимальный размер сегодня – 4900 рублей – вызывает, мягко говоря, удивление. Примером успешной региональной работы в этом направлении поделился губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Уровень безработицы в регионе – один из самых низких в стране. В ситуации, когда, конечно, в экономике нарастают и кризисные тенденции, здесь об этом уже много говорилось, нам, конечно, думать о социальном партнерстве. Мы в крае у себя эту работу достаточно активно проводим, и нужно создавать новые инструменты по борьбе с безработицей. А уровень безработицы сегодня в крае чуть больше 1%. Я очень надеюсь на то, что мы будем в этих рамках, даже в условиях сегодняшнего тяжелого времени. Благодаря Олимпиаде сегодня создано в Новом Сочи порядка 35 тысяч новых рабочих мест. И мне кажется, что это принципиально важно. Нет аналогов в мире, чтобы в одной точке было создано такое количество рабочих мест. Это наша общая победа. Мы это сделали, и мы победили. И сегодня это работает очень активно для всех россиян. В Краснодарском крае в профсоюзах состоят почти 680 тысяч человек. Представители этих организаций готовы активно участвовать и в разработке регионального антикризисного плана. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.